Новый автобусный павильон на Первомайской появился по просьбе жителей Заречья в начале месяца. За это время хулиганы дважды портили объект. 12 мая коммунальщики устранили повреждения, но вандалы свои нападки не прекратили. Накануне здесь выбили заднюю стенку. Сейчас остановку снова привели в надлежащий вид. Но этот случай далеко не единственный в городе. Новый остановочный комплекс на Шехснинском проспекте появился в марте. Соответствует всем современным дизайном. Выполнены стекла и полностью ветренепродуваемый. В первозданном виде он простоял недолго. Вандалы уже успели разрисовать его красками. К слову, с начала года зафиксировано больше 50 случаев, когда недобросовестные горожане портили автобусные павильоны. Конечно, неправильно. Очень плохо. Раз новое сделали, надо ведь беречь. Если судить, что такое же творится около вокзала, это в основном занимаются подростки. И прямо даже на глазах зачастую. Люди начинают пачкать же там, где грязно. А вот отмывали бы сразу. У коммунальщиков на этот счет другое мнение. Они попросту не успевают уследить за всеми хулиганами. Каждую неделю ремонтная бригада выезжает в разные районы Череповца, чтобы привести в порядок сломанные объекты. Лидером по разрушениям, как правило, становится индустриальная часть города. Там регулярно ломают скамейки и урны на детских площадках и в скверах. Скамейки просто были выставлены пирамидкой. После этого уронено и разломано все. На Гагарина в районе школы то же самое. Практически были выломаны все скамейки. За одно лето мы ремонтировали четыре раза. По остановкам замен очень много происходит. Мало того, что рисуют, ну и просто ломают. Руками, ногами, как угодно. Выбивают, вырывают. Многие городские объекты после таких действий восстановлению попросту не подлежат. Так, ежегодно вандалы уничтожают 25-30% скамеек. Практически в том же проценте раскалывают бетонные урны и ломают деревянные. Поймать злоумышленников за руку непросто. Камеры есть далеко не везде. Хотя меры наказания за порчу, к примеру, тех же остановок определены четко. Это штраф от 500 рублей до 50 тысяч. Привлечь к ответственности могут даже за расклейку объявлений. Лица организаторов каких-то мероприятий, ну в основном вот это вот ярмарки, цирки, которые приезжая в город расклеивают объявления, афиши о данном мероприятии. И тогда мы выезжаем на место, мы смотрим договор предоставления площади под это мероприятие. И вот юридическое лицо привлекается к административной ответственности за то, что оно как бы по его заказу были нанесены вот эти вот плакаты. Но в большинстве случаев предписания получают коммунальщики. Завтра работникам спецавтотранса придется привести в порядок павильон на Шекснинском проспекте. Кроме того, завтра же новая остановка появится на Советском проспекте. Ее перенесут с улицы Карла Липкнихта от территории русского бисквита по просьбам пассажиров. Там слишком интенсивное движение рабочей техники. Приживется ли павильон на новом месте или тоже попадется под руку хулиганам – вопрос риторический. Мария Ебеленко, Александр Беспалов. Новости.